У нас оценки есть 10-10, 10-9, 10-8, 10-7. Если вас отправляют в нокдаун, от вашей общей оценки за раунд отнимается бал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы приветствуем вас, люди хардкора. И это новый выпуск отборов в гран-при второго сезона Хардкор Файтинг Чемпионшип. И сегодня для вас бои будут вести Эдуард Германский. И Максим Топор. Ну что же, друзья, в этом выпуске мы увидим новых претендентов, которые хотят забрать главные призы в гран-при второго сезона. 500 тысяч рублей за третье место. За второе место. Один миллион рублей. А победитель второго сезона уедет на новом BMW третьей серии. Но это еще не все. В главном бою вечера вы увидите, как сойдутся профессиональный боец ММА, также боец, который бился в UFC. Константин «Русский медведь» Ерокин. Его оппонентом будет Сэйджон Салихов. Профессиональный боец в UFC. Прессинг нереальный. Я тебя сломаю. Врача, врача в октагон. Там очень жестко. Салихов. Ерокин. Хочу сразу вызвать на бой главную вонючку по ММА. Ярхов. Зачистить периметр. Так, друзья, если вдруг кто-то забыл, как правильно смотреть хардкор, сейчас я вам все напомню. Мы берем чашечку, завариваем чаечек, открываем тульский пряник и с наслаждением по чаечек хрумтим пряничком и смотрим этот лютейший, крутейший выпуск. Приятного просмотра, друзья. Также, друзья, не забываем ставить лайки, писать ваши комментарии и, конечно же, подписаться на наш канал, если вдруг каким-то чудом вы еще этого не сделали. Ну а по нашей доброй традиции в конце мы вручим призы от нашего партнера OneWin. И призы, конечно, полетят за лучший нокаут вечера и за лучший бой вечера, который определит наше глубоко уважаемое жюри. Представим наших комментаторов. Главный комментатор сегодняшнего вечера Алексей Сафонов, комментатор UFC TV. Халом! Ну и человек, который уже к этому выпуску стал профессиональным комментатором кулачных боев. Киев Стонер! Шо там, шо там, братик? У меня вопрос. К какому поединку научитесь вы быть ведущими? Брат, как только ты научишься быть хорошим комментатором, так сразу мы ставим хорошими ведущими. Хорошо, независимая оценка эксперта. Что, по-моему, комментарии? Ёпта! А, все отлично. Пацаны, дело за вами. Нет, ты тоже в порядке. Нормально. Все, от души лег. Я, короче, на двух стульях пока посижу, то окей. Моя школа, брат. Просто тебя поддержал, потому что я бью слабее. Пока что. Теперь время представить наши жюри. Хотя, я думаю, оно не вынуждается в представлении. Все и так прекрасно знают председателя нашего жюри, профессионального бойца ММА, Эдуард Вартанян. Поприветствуем, друзья. Также поприветствуем чемпиона Гран-при, супертяжеловесов, боец хардкора, Тимур Слащинин. Ну и, конечно же, человек, который очень хорошо разбирается в единоборствах и теперь уже в кулачных боях. Человек, который с нами с самого начала, это Андрей Закурский. Поприветствуем, друзья. Пристально следить за ходом наших поединков будут рефери в октагоне Александр Сидорин и Дмитрий Валуевич. Главный судья Роман Жолобов. Арбитры Кирилл Касьян, Армен Князев и Милана Зайцева. Ну и, конечно же, главный врач наших соревнований Марат Кахаев. Первым в октагон приглашается Богдан Акжигитов, 27 лет, Казахстан. Был отобран в команду к Тимуру Никулину и бросил работу ради подготовки к хардкору. Это для меня как бы новая ступень в жизни, большие перспективы. Я оставил свое прежнее место работы, чтобы участвовать в Гран-при хардкора. Был готов пройти границу с Казахстаном пешком ради участия в лиге. Встречайте! Следующим в октагон приглашается Захар Езид Амаи. 26 лет, город Пятигорск. Хардкор для меня, честно говоря, это превыше всего. Достичь превыше всего уровня, добиться своей цели, чего я сейчас хочу в данный момент. Дальше больше будет видно. КМС по боксу. Он открыл три спортзала для детей, в которых они тренируются совершенно бесплатно. Активно занимается благотворительностью. Призовой фонд планирует потратить на помощь нуждающимся. Встречаем, друзья! Встречаем, друзья! Встречаем, друзья! Рефери в октагоне Дмитрий Валуевич. Бойцы, на середину! Парни, правила знаете. Внимательно слушаем мою команду. У вас два раунда по две минуты с возможностью экстра раунда. Покажите красивый и главное честный бой. Руки пожали. По углам. Мне одному кажется или бойцы прям нереально заряжены? Нереально заряжены, Алексей, бойцы. На самом деле очень большая поддержка у Захара. У Захара, а мои. Готов, первый раунд! Стой! Ну что ж, бой начался. О, срела тут же попадает. Захар проваливает. Догоняет, догоняет. Не, брат, тут, знаешь, не в обиду, но преимущество на лицо на самом деле, Алексей. Ну да, очень сосредоточен, заряженный, видимо, техничен еще и Захар. Рефери нам мешает, конечно, немножечко посмотреть на это. Надо, чтобы он бойцам не мешал. Ой! Хороший хук был, хороший хук. Ну присматривается Захар еще, присматривается. Куда его делал шатать? Ой! Ой, 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 ой. Аж подпрыгнул от такого панчера. Там хорошо залетело. Сразу. Вот это я считаю очень своевременным и классным добиванием, потому что многие бойцы отпускают ситуацию после нокдауна. Это называется Т-тайминг. Да, да, именно. Захар не выжидал, вот эти лишние пятюни не давал, нет. Тут прям в корпус сносит. Сразу же встал, подорвался, не дает. Прессинг нереальный. Так и надо, после нокдаунов нельзя ни в коем случае отпускать соперника. Это называется задать темп. Задал. Тьфу, чу, чу. Да не, все. Тут, как говорится, габела. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Сейчас уже нет выхода у Вулуевича, Димы, кроме как отсчитать нокдаун. У нас на родине есть такое выражение. Страшне коиться. Это вот то, что сейчас здесь происходит, Захар. Боай», Боай и Сахар. О, ой, ой. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. О-ой, ой. Чего ты не вылетел, Багдад? Верчайшим нокаутом выигрывает этот бой. Буквально смял оппонента в этом раунде. Я безопытный, меня КМС обоставили. Я безопытный, я безопытный. Я безопытный! Я безопытный, что на комплект. Б reforms! Я безопытный! Минута 54 секунда первого раунда. Победу нокаутом одерживает боец из красного угла Захар Визик Амаи. Приветствуем тебя, Захар. Поздравляем с победой. Такой жесткий напор, прям заряжен. Давай, расскажи о себе немножко, чего нам ждать от тебя дальше. Спасибо всем большое. Спасибо моей команде. Огромное спасибо. Я могу пригласить своих. Владислав, пожалуйста, тренер. Я, конечно, естественно, хотел сказать спасибо своим родителям. Мам, пап, я сделаю это. Хочу передать привет городу Пятигорску. Пятигорск, мы сделали это. Вы верили в меня. Спасибо большое. Захар, я вижу в твоем углу опять стоит Лендруш. Он тебя поддержит. Что будет, если вы в сетке пересечетесь с ним? Давайте мы с правой дойдем до финала, а дальше больше видней будет. Все, я понял. Главное, не на камень, ножницы, бумага, Лендруш. Такое не прокатит. Да. Праз, скажи, пожалуйста. Всех приветствую. В первую очередь хочу пожелать здоровья всем тем, кто сюда выходит биться. Самое главное, без травм. Еще хочу выразить благодарность хардкору непосредственно Анатолию Сульянову. Он услышал мою просьбу о взятии Захара в лигу. Большое спасибо тебе, Толя. Я тебе сказал, что мы газонем. Как вы уже поняли, по национальности мы езиды. Мы сюда приехали только газовать. Дальше вы все увидите сами. Всем большое спасибо. Я бы хотел сказать спасибо своему сопернику. Да, красавчик, молодец. Духовидный тоже видно под ним. Я это посвящаю победу своему народу езиду. Езидскому народу. Ола, Ола Султана из Диссоря. Все, спасибо большое. Всем огромное спасибо. Спасибо. Ну что, давай, пару слов скажи и отпустим тебя к врачу. Я так понял, у тебя сломан нос. Всем ассаламу алейкум. Приветствую всех. Я проделал неблизкий путь сюда, честно, и непростой. Ну, так вышло, как вышло, как говорится. Соперник красавчик. Молодец, что сказать. А так, привет Казахстану. Привет Алмате. Всем моим братьям. То, что сломан нос, это ничего страшного. Главное, мы живы. А духом нас не сломит. 100% не падай духом, это только начало. Давайте послушаем, что скажут наши жюри. Энергетика, яркость, искры и харизма победителя. Это то, что необходимо для хардкора. В том числе, это то, что нравится людям. Захару удачи, успеха, восстановления его сопернику. Ну, интересный бой был, да, вот, боец в красном углу, он уже вышел заряженный на победу, потому что на шортах написано «пришел, увидел, победил». По-другому и быть не могло, такой заряженный, конкретный, яркий парень. К тому же у него в углу боксеры-профессионалы, орут, лендруш, тоже мощная поддержка. Вот, с такой поддержкой там проиграть было невозможно. Вот, боец, безусловно, станет, я не сомневаюсь, украшением хардкора, своей харизмой, своей брутальностью, своим желанием победить. Тебе удачи, боец. Спасибо, Андрей. Тимур. Да, уже все сказали, я думаю, на самом деле, боец молодец. Газуй дальше, показывай себя, дойдешь до финала, я думаю, и там встретитесь. Спасибо большое. А мы потихонечку приближаемся к следующему поединку. Скорость скажет, короче. В целом у него вот такой импрессионный перелом основания носа. Вот это все крепитирует, в общем. Вот здесь, особенно вот здесь, это... Что, сильно? Для меня скреброза, блять, как я все знаю. Глаза не заплывут? Глаза, ну, может, не заплывут, но, в общем, сломано хорошо, бро. Ну, главное, что видеть хочешь. Не переживал, не нервничал, свободно. Вот как думал об этом, вот просто уничтожить человека, и все, уничтожил. По-другому никак, короче. Итак, вот мы тебя и нашли, Сарасов Сергей Дмитриевич. Мы вышли на твой банковский счет. Знаешь, я увидел там столько денег, сколько ты за всю жизнь не заработал бы. И что? Откуда деньги? Я вам ничего не скажу. Все ты нам расскажешь. Бьешь, как баба. Вы от меня ничего не услышите. Я вам все равно ничего не выложу. Хорошо. Только не уточка Я все скажу Все скажу Я зарабатываю с OneWin Хардкор файтинг выбрал надежного партнера OneWin Ведь OneWin — это моментальная регистрация в один клик Удобное мобильное приложение Огромный выбор событий и игр А специально для вас OneWin дает 500% бонуса на первые 4 депозита А, OneWin Снимай с него наручники Полностью оправдан Друзья, переходим к следующему противостоянию И в синий угол ринга приглашается Сандра Картвелл Гачиладзе 20 лет Победа на чемпионате Грузии по грузинской борьбе Это для меня самый яркий момент в жизни Речку подарили такую красивую За пределами ринга он готов угостить своего соперника грузинским вином И накормить вкуснейшими хачапури Я горжусь тем, что я грузин И отстаиваю свои национальные традиции Но внутри октагона будет бить его так Что противник пожалеет о дне, когда согласился выйти с Сандра на бой Берегись, молодой человек, берегись Встречаем, друзья Берегись, молодой человек, берегись Берегись, молодой человек, берегись Ну а его соперником сегодня будет Алишер, Баунти Хантер, Шукуров, Узбекистан Самый яркий момент в моей жизни это было вчера Когда я ударился мизинцем об тумбочку После того, как выиграет Гран-при Он примется за самых именитых бойцов кулачных боев У меня одна цель, это один из ваших бойцов Это Тимур Никулин А больше вы узнаете после моей победы Встречаем Субтитры сделал DimaTorzok Рефери в октагоне Александр Сидорин Бойцы на середину Парни, правила знаем, не нарушаем Слушаю внимательно, мои команды После команды стоп не работаем Уважаем друг друга, показываем красивый и честный бой По углам Так, очень на хорошем челноке начинают оба бойца Пока присматриваются Присматриваются Да, быстрые джебы у Сандра Пока только Сандра проявил себя Ну вот сейчас пытается, может быть, поджать его Баунти Хантер Мне кажется, он выжидает У него просто скилл КД скилла Сирикены не летят еще, да? Да Он один перед этим, перед октагоном один выпустил Размашистые удары у Сандра не долетают Сейчас хорошо контратакуют Баунти Хантер Снова КД сирикена Сейчас ждем пока шестой уровень Будет, чтобы пульт кинуть И тогда уже Вот это очень четкое попадание было. Дождался кулдауна и всадил Алишер. Это было жестко. Да, такое мощное попадание очень. Проваливает Алишер эти удары размашистые. И снова опять попадает. Мне кажется, тут сейчас, если еще пару раз попадет, то противник упадет. Да, очень непрометчиво еще опускает руки Сандра. Очень рядом сейчас пронесся удар. Ну и Сандра, кстати, начинает куражиться, видимо, потихонечку вызывая. На отходы. Да, сейчас очень аккуратненько. Картвилл не падает, на самом деле, потому что там удары пролетали. Садись, садись. Шо пули. Все хорошо, все четко делаешь. Смотри, не это. Дернул, провалил и надо самому ударить. Ты его проваливаешь, а не добиваешься. Все, а так все отлично, все делаешь идеально. Не вкладывайся, рано начинаешь стиль добить. Чуть полегче, побыстрее просто щелкай. Он уже, ты его уже разбил, все уже готово. Пить будешь? Да, да. Сандр, слушай меня. Руки поднимай, не забывай. Видишь, он тебя раздергивает. Он просаживает стиль, он ждет. Он работает на контратаке. Работай левым джепом, работай левым джепом. Раздергивай, раздергивай. Показывай корпус, бей справа в голову. Показывай левый корпус, бей справа в голову. Он бьешь, он ждет, пока ты просяешь. Не очень сильно падаешь на ногу, когда бьешь. Следи за этим, очень сильно следи за этим. Пожалуйста, Сандр, ты сможешь. Ты сильнее физически, ты сильнее. Сандро, ты сильнее. Тяжело ему было в этом раунде. Поймал тяжеленький нокдаун. И охуел. Но поднялся. За мат? Извини. За мат? Извини. Осуждаю. Да, конечно, нужно сейчас, скорее всего, пытаться выиграть Элишеру. Ой, прошу прощения, Сандро досрочно, потому что первый раунд он 100% проиграл. Ну, а Элишеру развивает преимущество. Так, так, покачивает Сандро. Ну и вот так, оу, как хорошо попадает Элишера. Заново справа. Конечно, очень сильно проваливается Картвайл. Мне кажется, он не то, что проваливается, он уже посыпался. Тут уже... Ой. Оу, 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 очень хорошо. Я хотел сказать, что тут только уже вера в чудо, понял? Да, ну, это интересно, Александр Сандров не отчитывает сейчас нокдаун. А вот сейчас какие попадания от Элишера? Сандра пытался себя завести, но что-то он никак не хочет. Ну и да, тут подсказывают, что пора рубиться, нечего уже терять. Хочет духом его взять, Элишера, но... Элишер пока очень четко делает все, что от него требуется. Да, руки поднял, выждал, передохнул, выстрелил. Вот, кстати, интересно, вот своей защитой Элишер закрывает голову, но полностью открывает корпус. То есть вообще... Видать, он верит в свою дыхалку. Да, локти совсем не прижаты, и там как бы все открыто, но никак этим не пользуется Сандра. Слушай, знаешь, что я, мне кажется, он делает все четко, правильно, ведется на провокации Сандру. Потому что у Сандры сейчас есть одна цель, это вот развести его на колхоз, чтобы он туда залетел. Ну да. И, как говорится, БХ посыпался, но не тут-то было. Да, он грамотно забрал первый раунд, забрал второй раунд. От Фармаса в первом раунде и потом уже, да. И все, типа, и что дальше? Ну и зачем лезть в залупу в надежде, что можно потерпеть? Он все грамотно сделал. Даже если этот бой не впечатлит жюри, вообще поебать. Главное, что он проходит дальше. Главное, что он проходит дальше. Главное, что он проходит дальше. Итак, победу в этом поединке единогласным решением судей одержал боец из красного угла Алишер Шукуров. Главное, что он проходит дальше. Я хочу выступить у вас, поблагодарить моего тренера Константина. Спасибо большое. Эдик, брат, когда-то я тебе писал, как можно попасть на второй сезон. Ты мне написал, брат, на каком-то сайте. Вот, надо оставить заявку. Я сказал, иншаллах, ты когда-то все равно объявишь мое имя. Это случилось, я рад. Пожму тебе руку от души, брат. Сандра, ну что пошло не так? Да что-то пах и силы ушли, понимаешь. Я как-то держал, держал, но что-то опа. Пополучал немного и потерялся. Ничего, может, возьмем еще свое. Ну вообще понравилось? Вообще это очень гласно. Ребята, кто на диване сидит, приходите, покажите своему здесь. Я так же встал и пришел. Да, сегодня не мой день, но ничего, зато я здесь с гостями. И мы деремся вместе. Хардкор. Спасибо, поздравляем вас, парни. Многоуважаемое жюри, вам слово, как вам бой? Достаточно хороший бой. Молодцы, парни. Но считаю, что если бы боец в красных, получается, перчатках, в красных тейпах, если бы он немножко, немножко еще поднажал во втором раунде, я думаю, что он бы закончил раньше, так как чувствовал достаточно хорошо дистанцию. Бойцу в синем я все-таки советую пересмотреть свой план на бой. Если у тебя не получается, что-то не проходит, то стоит все-таки поменять немножко тактику и что-то попробовать делать по-другому. Вот, молодцы, удачи, парни, без травм, молодцы. Да, ну вот в продолжение, да, то, что вот Тимур говорит, вот бойцу в синем углу, да, действительно, большой запал, много энергии, действительно, не хватает техники и мастерства. Нужно подтянуть, немножко убрать хаос, суету, и, возможно, будет результат. Вот, ну, боец в красном углу, безусловно, так сказать, более профессиональный, мы видели, четко работал, вот. Ну, как абсолютно правильно вот Тимур говорил, не дожал, вот. Но, тем не менее, парни, что вам, удачи в дальнейшем, развивайтесь. Но я могу сказать следующее, то, что ребята, самое главное, получили удовольствие. Они, можно сказать, в каком-то смысле осуществили мечту. Хардкор мечты сбрываются. Спасибо. Спасибо. Еще хотел сказать, ребята с клуба попросили мне после боя принести пряники, попить чай. Global Fight Gym, я иду с пряниками, ждите. Будем пить чай и наслаждаться тренировками. Приятного аппетита вам. Красавчик. Ну, а что, мы едем к следующему поединку. Что снимаем? Скажи пару слов. Все хорошо, ребята, все хорошо. Чуть пропускаешь, бывает, да? Главное, с удовольствием, знаете, здесь же адреналина, это круто. Обстановка по хайфу. Мы сегодня танцуем. Бам! Мартур, идем дальше. В этот октагон мы приглашаем Кирилл Тольятти Черняев. Город Тольятти. КМС по боксу и кикбоксингу. Сегодня я хочу показать всем своим соперникам, кто настоящий панчер, но куйтер. Больше всего любит вырубать своих оппонентов в первые 15 секунд. После того, как я выиграю этот бой, хочу позвать самого ебанутого пса. Это не кульно. Чтобы захуярить его так, чтобы ему было больно. Обещает повторить это на хардкоре. Встречаем! Субтитры сделал DimaTorzok В октагон приглашается его соперник Юрий Вагр Заргарян. 21 год, Казахстан. На хардкоре пришел ради эмоций. Это незабываемое ощущение. Я перепробовал все в своей жизни, но это для меня что-то новое. Любитель скоростной езды и глухих нокаутов. Моя самая большая мечта – это забрать главный приз и подарить отцу. Говорит, что казахская школа бокса успешно показала себя на мировой арене. А сегодня покажет и на хардкоре. Хочу пожелать своему сопернику удачи. Я ему покажу казахскую школу бокса. Встречаем, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Рефери в октагоне – Александр Сидорин. Парни, правила знаем, не нарушаем. Слушаю внимательно, мои команды на протяжении всего боя. После команды стоп не работаем, уважаем друг друга, показываем красивый и честный бой. Пожали руки. Угла. Так, слушай, у нас тут были разговорчики, что кто-то кого-то за 15 секунд потушит, да? Да, тут Кирилл говорит, что обожают рубить всех за 15 секунд и обещают повторить это на хардкоре. Но правда не уточнил, в этом поединке или в другом. Сейчас посмотрим. Так, засек 15 секунд? Уже 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ух, 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 ух. Похоже, к этому гораздо ближе сейчас Юра. Отолти, отолти его. Да нет, уже забыл. Так, ну короче, да, все, мы по секундомеру проверили, ни хрена Кирилл не рубанул за 15 секунд. Слушай, у меня вот такой вопрос, вот, ну допустим, объясни вот такому деревянному по грудь, как я. Как получить КМС? Как это вообще проходит? Ты в курсе? Ну там нужно выиграть определенное количество боев или соревнований на любительском уровне. Вот, КМС это, по-моему, Москва, если я не ошибаюсь. Нужно выиграть чемпионат Москвы. Может быть, я сейчас ошибаюсь. Когда я занимался боксом, было так, по крайней мере. Оу, там Юра попадает. А мастера спорта когда получил? А вот это уже хрен его сделал. Ну логично, наверное, если на Россию. Вот, а МСНК как раз уже, наверное, на международных стартах. Хорошо. Так, а мы видим, большая гематома зреет уже над левым глазом у Юры. Вот, ну а Кирилл вроде, хоть за 15 секунд и не вырубил соперника, но готов идти дальше. Ой-ой-ой, как оно там в голову летит. Ты почувствовал? Да, услышал. Не почувствовал, но услышал. А я как будто почувствовал, будто мне прилетело. Дергай правым в третьем. Он на тебя пойдет правым в третьем. Первый блок. Ой-ой-ой-ой. Сейчас Юра попал. Оттолкни, дергай, дергай левый. Что я хочу сказать? Кирилл Тольятти, он в клинче, видишь? Один из немногих, кто вообще закидывает апперкотики в клинче. Кирилл не бьет по корпусу, а пытается им набить по голове. Конкретно там жестко. Ее, вообще она просто. Кирильчик. Кирюха что-то не чувствует, но, мне кажется. Да, может они как бы... О, сейчас на выходе из клинча, как хорошо было. Еще голова уже. Там вторая голова растет, дядь. Посмотри. Так, да, первый раунд закончен. Ой-ой-ой. Блин, бать, там голову надуло, дядя. Мари, сел уже там, сиди, отдыхай. Смотри, он бежит на тебя. Он прям голову... Да, он встанет сразу в долбиле. Ты что, видишь, он трое, он трое, все аккуратно. Все аккуратно, правая рука. Отпустились. Он просто деревянный, он не умеет ничего, брат. Ты намного лучше. Зачем ты в игру игрой, просто спокойно, брат. Терги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА но кирюха чувствует уверенному логично обиделся что за 15 секунд не ушатал но anyway он предоставил достаточно много проблем Юрию да ну очень кстати тоже примечательно то что не садится в перерыве сейчас Кирилл чтобы не встать с еще более ватными ногами гематома очень серьезная у бойца я вот собственно это живу очень мрачно хороший хороший удар у Кирилла как мы видим да на челноке двигается Кирюха нет там уже не варит там уже вторая голова Кирюха вырубил первые 15 секунд кажется но не первого раунда а второго да врача в октагон и там очень жесткая там очень жесткая очень жесткая гематома вот они кулаки и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На 22 секунде второго раунда одерживает победу боец из синего угла Кирилл Черняев. АПЛОДИСМЕНТЫ Тирюх, ну как ты? Поделись эмоциями. Всем привет. Хочу сразу вызвать на бой главную вонючку всего поп-ммэй. Он достал уже всех, он достал каждого. Тимур Никулин, ты не настоящий боец. Я здесь. У тебя нет такого технического арсенала, как у меня. Я вызываю тебя на бой. Громкое заявление, громкое заявление. Но, я думаю, пока еще рановато вызывать Тимура Никулина. У тебя сегодня был дебют, нужно еще пройти свой путь. В Гран-при, да. Нужно в Гран-при сначала пройти свой путь. Еще пару боев, и вы увидите. И я буду драться с Никулиным. Ну, посмотрим, посмотрим. Думаю, Лен дружбы поспорил с тобой, да? Я здесь, если что. Меня, чтобы пройти, тебе нужно будет очень сильно постараться. Ты в первом раунде ляжешь, я тебе обещаю. И тебя пройду. Всех пройдешь. Я тебя сломаю. Я уже тебя сломал. Поверь мне. Да. Не пройдешь. Юр, ну не расстраивайся. Твой дебют. Я смотрю, у тебя в углу очень большая поддержка. Лен, дружб, дауд. Думаю, парни тебя поддержат, скажут, что надо. Хороший бой показал. Немножко поделись своими эмоциями. Просто такая поддержка была в углу, чтобы было позорно проиграть. Ничего позорного. Ты уже вышел сюда, это уже не позорно. Юра, молодец. Хочу сказать спасибо Хардкору за то, что дают такую возможность выступать, раскрыться. Спасибо. Друзья, вам я напоминаю, что не только жюри может спасать бойцов, но вы тоже можете принять в этом участие. Поэтому судьба некоторых бойцов может зависеть от вас и от ваших комментариев. Ну что ж, я предлагаю подарить подарки от наших спонсоров и перейти к мнению жюри. Что хочется сказать вот парню из красного угла, что здесь нет такого понимания, что позорно проиграл. Или каждый, кто находится в октагоне, каждый, кто вышел сюда, уже победитель. Поэтому я желаю спортсмену, который в этот раз проиграл в дальнейшем побед, ну и, естественно, победителю также двигаться вперед. И что можно сказать, касаемо Тимура Никулина, все хорошо, но, дружище, в твоем весе есть танки и тигры помощнее. И надо сначала как бы с ними потолкаться. А там, поверь мне, позиция серьезнейшая. И будет тебе очень непросто. Поэтому welcome to hardcore и посмотрим, как все будет. Удачи. Кирилл молодец, на самом деле. Первый раунд выцеливал, выцеливал, набил достаточно неплохую шишку своему оппоненту. Во втором раунде чуть прицелился, попал. Ну и сделал то, что хотел, я думаю. Вот, молодец себе, удачи, побед. А оппоненту, на самом деле, желаю тоже удачи. И то, что ты вышел сюда, ты уже, на самом деле, доказал то, что ты воин. Продолжай в том же духе. Молодец. Так. Ну, понесли. Юра очень эмоционально начал этот бой. Чувствовал, что на него давила вся эта атмосфера и так далее. Но поражение хорошо только одним. То, что ты можешь сделать выводы и двигаться дальше. Если ты не сделаешь, то поражение это просто бессмысленно. Все, удачи обоим парням. И Юре восстановление хорошо. Спасибо большое. Спасибо. И вам еще раз, ребята, спасибо. Успехов. Готовьтесь, восстанавливайтесь. Все у вас только впереди. Это интересный опыт, знаешь. Ожидал то, что кулаки будут болеть намного, намного больше после боя. Чуть-чуть палец травмировал, но это все бедно. И не фигня. Вообще, это то, что я у меня делал, это то, что я делал всю жизнь, 10 лет. Весь осознанный возраст, я дрался. Я люблю это. Я стремлюсь к большему. Вы увидите меня еще. Хочу сказать спасибо моему сопернику, достойный соперник. И хотел бы сказать, мои эмоции взяли вверх. Я проиграл из-за эмоций. Как хардкор радует вас новыми бойцами, так и тульские. Пряник радует вас новыми вкусами. Имбирь, марципан и апельсин, корица. Стонер. Брателло, зацени. Что там завтыкал, братан? Пока вы гутарили, мы тут пряники раздаем. Надо быть внимательней. Следующим в октагон для кулачных боев. Приглашается Ташбаев, сержант Шакбос. Чемпион Киргизии по тайскому боксу. Три года служил по контракту и защищал границы России. Его мечта – открыть благотворительный фонд и помогать детям с ограниченными возможностями добиваться успехов в спорте. Встречаем, друзья! Встречаем, друзья! Ну а его соперником сегодня будет Артур Саргсян, 18 лет. Город Нижний Новгород. Драться не в ринге мне приходилось часто. Помню случай, когда я в пятом классе избил десятиклассников. КМС по кикбоксингу сейчас находится в непростой ситуации. У него сильно болен дедушка. На хардкор я пришел показать себя и показать зрелищные яркие поединки. Своим ярким боем он хочет поднять ему настроение и сделать так, чтобы дед гордился своим внуком. Больше всего я боюсь потерять близких и боюсь еще Бога. Главный приз планирует потратить на операцию деда. Встречайте! Субтитры сделал DimaTorzok Рефери в октагоне Александр Сидорин. Бойцы на середину. Парни, правила знаем, не нарушаем. Слушай, внимательно моей команды. После команды стоп не работаем. Уважаем друг друга, показываем красивый, честный бой. По углам. Да, у нас тут следующий бой на очереди. Здесь, конечно, особое внимание обращаем на бэкграунд и мотивацию бойца из красного угла. Артур Сарксян, который говорит то, что у него очень сильно болен дедушка. И своим ярким боем он хочет поднять ему настроение. И в итоге главный приз потратить на операцию для деда. Тут же он очень бодро начинает. Не лети, не лети, не лети. Ой, 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 хорошо, хорошо. Так, да, видимо, разведки нам здесь не дождаться, но и хорошо. А зачем эта разведка? Да, ну нахрен ее. Погнали сразу мельницу, пацаны. Раньше сядем, раньше выйдем. Мне кажется, боец... Ой, 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 ой. Да, такие обоюдные попадания, но вроде бы больше вскользь они, нежели кость-в-кость. Мне кажется, боец с синем углу немножечко подворился. Ууу, 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 хорошо. Не спеши, не спеши, дергай его впереди. Старается поддавливать, работать первым номером Артур. постоянное давление вперед прессинг вот они сближаются несколько ударов и тут же расходится опять дистанцию то есть нет затяжной рубки а зачем ляп ляп не прошло к.д. ляп ляп не прошло к.д. ну а че оценить или оценить не так ли слушай ну вот и лишь дедушкина операцию я думаю может как-то помочь парню может у него есть какие-то реквизиты как ты думаешь да я думаю что имеет смысл задать этот вопрос выдохся боец красных шортах это чувствуется все таки как никак нанесенные удары дают о себе знаю последние 10 секунд последние 10 секунд этого поединка очень хорошо на контр-атаке сейчас работал артур жалко жалко времени мало времени нету времени нету ну ну и и и Плечо светил ко мне, правый нормально, заряжай ему. Плечо его посмотри, попал здесь и добивай его, не надо его, не дала ему дышать, двигайся, вправо-влево двигайся, закручивай его, не стой на месте, ты ударил, стоишь, конечно, будет, ты двигайся, вправо-влево подвигайся, резко, с корпуса в голову переводи. Дергай ногами, левой рукой, дергай, дергай, и прямым встречаешь, прямые удары, не бей боковые, он ниже тебя, ему легче расставать, не суетись, все хорошо, только не рубись, на дистанции, эти удары, которые ты пропускаешь, они мягкие, вверхов терялись, ты уже духом. Сейчас в последний раунд по-другому забрали, все, он устал, нормально, не забрали. Плечо, дергай, 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 дергай. Часто, все равно не отсчитывает нокдаун Александр Сидорин. А зачем? Александр Свежий Сидорин, зачем ему щит, если он встает? Вот эта провокация идет от бойцов, которые своим криком пытаются завести. Показывает, что по затылку ему попало. О, хороший апперкотик. Снизу, да. Аперкотики. Потихонечку, слушай, потихонечку, но помаленечку пробивает Артурчик на второго бойца в красном углу. Точнее, в синем углу, в красных шалках. Ощущение, что уже спокойно так дорабатывает Артур. Без особого риска, просто разбивает, разбивает и все. Решил обработать сержанта. А что, полунокдауны были? Мне кажется, что сейчас уже все-таки надо добивать Артур, хотя нет, 10 секунд осталось, ряд ли успеет. Но я думаю, как минимум попробует. Вомбо-вомбо надо провести, да, 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 все, 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 победа, победа. Таня все там уже юшка полила. Успел на последних секундах этого боя оформить технический нокаут Артур. Мориса залетел в последний вагон. Есть такое. По красоте это было. Молодец, красавчик Артурчик. Итак, в этом бою победу техническим наберем. Во втором раунде на минуте 59 забирает боец из красного угла Артур Саргсян. Хочу сказать спасибо моему отцу, потому что в этот момент он рядом. И эту победу хотел бы посвятить своему отцу. И всех родственников приветствую. Кто не вмерил меня, тому здоровья. Здоровья. Молодчик. Поздравляю. Шагбосс, я так понимаю, травмировался сразу. Что случилось? Плечо в первом раунде слетел. И ты на морально-волевых одной рукой работал? Да. Иди к врачу, смотри, что с плечом. Желаем тебе скорейшего выздоровления, восстановления. И вернешься с красивой победой. Тимур, есть что сказать? Большое спасибо вам за бой, парни. На самом деле показали то, что любят зрители хардкора. Они все ждут заруб таких. Молодцы. Боец из синего угла, он проявил дух. Проявил, так сказать, характер. Молодец. И на самом деле так достойную оппозицию. В дальнейшем пожелаем ему, так сказать, выздороветь. И уже подготовиться и показать в полной мере, на что он способен. Ну а бойцу в красном углу можно пожелать дальше двигаться по сетке, по торнаменту, к победе. Опять же таки, магический красный угол. Поддержка чемпионов там. Там и Даут, и Лендруш, и остальные ребята молодцы. Хотелось отметить, это волевые качества все-таки соперника, шахбоза тоже. Он вставал, падал, вставал, шел. Артур уже поздравляю, во-первых, с победой. А во-вторых, чтобы он сохранял ту же мотивацию и настрой с концентрацией. Это очень важно. Сфокусируйся на этом и сконцентрируйся. Спасибо. Спасибо, ребят. Нажим обратно? Нет, чуть низ. Вот. Тут? Да. Пиздец, ты лицо видел его? А, не стесняйся, камера, ты должен показать всю свою банку, покажи. Стой, стой, стой. Не, 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 наоборот. Все там есть, все есть. Круто, спасибо. Братан, ты как раз. Я сейчас выступаю сюда и выскочу. Все вместе, да? Басим ты же. Просто. И сейчас хотим пригласить в клетку Александра Ваху Корешкова. Спортивных достижений нет. Я простой любитель, занимаюсь боксом для себя. Двадцать четыре года. Город Астрахань. На хардкор я пришел, чтобы проверить себя. Работает в охране. Родился и вырос в криминальном районе. В хардкоре участвует вместе со своим братом. Я горжусь своим братом, своей семьей, своими друзьями, своими родными и близкими, в общем. Я знаю то, что выиграю я или проиграю, неважно. Они всегда со мной до конца. Поприветствуем, друзья! Ну а его соперником сегодня будет Сергей Птеродактиль Адамов, город Москва. Двадцать пять лет. Когда я поступил в университет, я пошел в университетскую секцию бокса и на третьем курсе выиграл межвузовский турнир по боксу. Студент МГУ. Играет в театре и снимается в короткометражных фильмах. На хардкор я пришел для того, чтобы показать, кто хозяин в ринге. Потому что я птеродактильный ринг – это моя среда обитания. Обещает закатить бой, который не видели даже голливудские блокбастеры. Встречайте! Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий Валуевич! На середину. Парни, правила знайте. Внимательно слушаем мою команду. У вас два раунда по две минуты с возможностью экстра раунда. Покажите красивый, главное, честный бой. Руки пожали по углам. Ну что ж, Алексей. Второй из братьев Корешковых у нас сегодня выскакивает в октагон. Посмотрим, сможет ли он реабилитироваться за поражение брата. Готов. Готов. Ну брат, мне кажется, посолиднее выглядит предыдущего Корешкова. Да, есть такое ощущение. Посмотрим. Ну и кажется, что сейчас Александр покрепче своего соперника будет, но в размахе рук, конечно же, преимущество у Сергея. Ну на то он и птеродаксель. Так, тут же закусились бойцы. Кажется, агрессия прям переполняет такая добрая агрессия Корешкова. Да, Корешку нельзя потерпеть поражение. Оу, оу, оу. Борьба пошла. Пацаны, это пока лишнее. Борьба пока лишнее. Ну серёжа тоже здесь не просто так. Видно, что довольно обученный поезд. Сейчас слева хорошо встречают его. И тейкдаун есть от Корешкова, но... Что это за проходы ноги? Что это за проходы ноги? Родной, расслабься. Конечно. Зачем так нырял? Зачем так нырял, да, вообще непонятно. Что-то шеи. Нет, это он хуёвый борец просто. Он вниз пошёл. Ничего, он хотел в ноги пройти, вниз упал, тот его сконтрил. И он уж упал шеей в ринг. А там, бля... Ну так, говорит, всегда, когда проходишь, держать спину ровной. А он её сгорбил. Так, ну, видимо, что всё-таки головой крутят Корешков. Всё нормально, да. Но надо забыть вот эти попытки тейкдаунов. Хорошо и шёл, попадал. Зачем эти проходы ноги? Да, вообще непонятно было. Может, контроля? Контроля нет. Либо привычка, инстинкты. Ну, пока ничего не происходит, уже... Да, не дотягивается Корешков до оппонента. Вот опять сейчас прихватил, но вовремя вспомнил и перевёл удары на корпус. Тут красавица. Сейчас хорошее попадание было от пиродактеля. Так, посмотрим, очухался ли Саша. Последние 10 секунд первого раунда. Да, конечно, благодаря взмаку рук Сергей не даёт приблизиться. Да, крылья у Серёжи знатные. Продолжение следует... Нормально, нормально. Ты пойдёшь, нормально. Главное, держи себя в руках. Нормально. Всё правильно, да. Всё нормально. Спокойно, Серёжи хорошо закоет. Лево дёргай его. И право добавляй. Пить будешь, нет? Пальцы зажми. Кулаками работаем. Ладошка раз ударил, пальцы выпрямляешь. Замечания тебе внимательны. Хорошо? Больше не буду, больше не буду. На карточках, полочках. Больше не буду. В гляделке сейчас в перерыве поиграли бойцы. Братан, ну я б тирадактер здесь, моё, гнездо. Ну и настрой у них на следующий отрезок боя просто шикарный. Поехали. Раунд второй. Заново кружит пирадактиль. Какой-то элементы кунг-фу присутствуют в стиле у Серёжи птеродактиля, не так ли? Да, но вот именно что кружит, кружит. И сейчас без особых активных действий. Но сейчас разве что обострил. Но не птеродактиль, а корешков. Неплохое попадание было. Нормальный лещ залетел на самом деле. Надо сейчас выигрывать. Выигрывать нужно Шурику, потому что... Так, поддавливает корешков. Мы видим, там небольшое рассечение есть у... Адамова. Ну и сейчас предупреждают Волуевич, чтобы аккуратнее были с пальцами. Нужно на самом деле сказать господину Волуевичу, а.к. Соловлю, что... Он их поторопил, сделал им замечание. Помнишь, как это было в прошлые разы? Сейчас он сделал замечание за пальцы, чтобы они... Да? Да. Не тыкали. Да, не тыкали. Здесь к темпу пока претензий у рефери нет. Сразу видно, что рефери опытный, жулик. Понял? Говорит, что пальцами не тыкали, потому что это не по понятиям, да? Да, вообще ни разу. Пальцем в людей тыкать. Здесь только кулаками. Сейчас справа едва не достал. Пиродактиль, а он слева было попадание. Ну вот, кстати, красавец. Сергей даже в пылу борьбы, он видит, что соперник на колени и не бьет его. Забирай, забирай, Серега. Десять секунд. Десять секунд боя. Рубилова напоследок у нас. Все, 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 все. Хороший, хороший. Брат за брата за основу, бляд. Ну что ж, молодцы ребята. Я думаю, что победа Пиродактиля. Да, не суждено братьям забрать бэху. Поедут они по ходу на метро. Пиродактиль. Единогласным решением судей. Победу в этом поединке одерживает боец из красного угла Сергей Пиродактиль Адама. Ну что, Сереж, поздравляем тебя с победой. Все, ты никак не можешь остановиться или ты заряжен на третий раунд? Я заряжен всегда. Все, третий. Да, может, это мое гнездо, я здесь дома. Да, это моя территория. А это мое гнездо. Потому что я Пиродактиль, это мои джунгли. А почему Пиродактиль? А что, не видно, что я Пиродактиль? По-моему, уже видно. Не, ну я сразу понял. Крутой, заряженный. Есть сомнения, у кого, что я Пиродактиль. По-моему, все ясно. Серег, никаких сомнений. Мы еще раз поздравляем тебя с победой. Все, останавливайся понемногу. Хватит. Пусть бы... Так, есть мечания. Короче, вернемся. Господа, всем мир. Всем спасибо. Спасибо азорганизаторам. Это самая крутая вообще площадка единоборства России на данный момент. На мой взгляд. Я рад, и я рад попасть в вашу семью. Саш, скажи пару слов. Поздравляю с победой его. А я буду продолжать так же тренироваться. И мы обязательно вернемся к реваншу. Спасибо. Наши глубоко уважаемые жюри. Кто хочет начать и высказаться по поводу этого поединка? Это яркая, яркая. Я не знаю, как это назвать. Я плохо разбираюсь в полинезейском периоде, когда там птеродактиль еще были. Но то, что это птеродактиль хардкора, однозначно. Хардкорный птеродактиль, скорее, да? Да, да, именно. На встречных курсах ребята работали, но из-за того, что больше попадал боец из красного угла, соответственно, победа оказалась на его стороне. Спасибо. Андрюха? Ну, что можно сказать? Это действительно интересный эмоциональный такой поединок был. В первую очередь птеродактилю хочется посоветовать немножко прическу покороче, потому что очень часто поправлял волосы, так сказать, это мешало, безусловно. Рисковал, рисковал, а в очередной раз поправляя, выхватить плюху от оппонента. Мы переживали. Парням из синего угла действительно набраться побольше опыта, набраться техники и вернуться победителями. Кимур, ну как ты считаешь, нужны такие личности хардкору? Я думаю, да, яркие бойцы нужны. Харизмы не занимать. Я думаю, что, да, стоит продолжать, стоит поднабраться опыта, заняться более чем-то направленно, то есть уйти в какой-то вид единоборства, я думаю, если не занимаешься. Вот, а братьям удачи, восстанавливайтесь, я думаю, вы еще вернетесь с победами. Спасибо большое, ребят, вам спасибо большое за бой. Приспект сопернику, он конкретный железный какой-то тип. Пляников мне дали. Я, в принципе, в целом уже здоров и готов. Спасибо, спасибо, ребят. И имущество дальше. Друзья, а знаете, где теперь вы можете посмотреть эксклюзивные бои и фотографии? Конечно же, в нашем телеграм-канале. Теперь каждую неделю мы будем выкладывать туда бои, которые не будут входить в выпуск. Где вы можете найти ссылочку, конечно же, в описании. Подписывайтесь и едем дальше. Мы потихонечку, потихонечку уже подбираемся к главному бою вечера. Осталось совсем немножко. Ну а следующим в октагон мы приглашаем Владимира Кореш Корешков, 27 лет. Хардкор для меня это проверить свои навыки, вообще на что я способен. И, конечно, попробовать добраться до вершины и забрать главный приз в хардкоре. Родился и вырос в криминальном районе Астрахани. Привык решать вопросы с помощью кулаков, поэтому и пришел на хардкор забрать главные призы сезона. Встречайте! Продолжение следует... Следующим в октагон приглашается Иван Анаконда Анохин. 20 лет, город Москва. Хардкор – это мой шанс показать людям, что я чего-то стою. Я занимаюсь профессионально смешанными боевыми единоборствами. Выиграл чемпионат Москвы со сломанным пальцем. Сейчас полностью здоров, поэтому обещает выиграть еще и гран-при. Что передать своему сопернику? Передам ему подарки. Встречаем, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Рефери в октагоне – Дмитрий Валуевич. Бойцы на середину. Парни, правила знайте. Внимательно слушаем мою команду. У вас два раунда по две минуты с возможностью экстра раунда. Покажите красивый, главный честный бой. Руки пожали. По углам. С точного джеба начинает Иван. Пока тишина у них. Пытаюсь, а попаюсь тоже. Да, но вообще мы знаем как минимум одного хорошего бойца с фамилией Корешков. Кого? Ну кто? Андрей. Бывший чемпион Беллатра в полусреднем весе. Так что сейчас вот Владимиру предстоит отстаивать честь этой фамилии. Но кстати, в этом же карде его брат будет драться. Так что у нас уже скоро может быть три известных Корешкова. Рассечение уже у Корешкова. Да, у Коеша тем временем рассечение. Хорошо попадает по него. Колхоз на колхоз. А такие бои, мне кажется, знаешь, широким массам гораздо интереснее. Мельница, погнала, мельница, пацаны. Старая мельница крутится. Там вертится. Душат, пацаны. Попросили, я не знаю, что он только что сказал, показал пальцем. Уф. 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 Рассечение уже становится все шире и шире. Многовато у нас крови. За последнее время на хардкоре. Иван поддавливает. Давай, где вы? Пошел. Ближний, спокойно, спокойно. Уф. Давай, давай, вот так вот так. Уходит, уходит. Кореш от анаконды. Сейчас неплохо попытался подгрубиться. Конечно, больше нужно ближней дистанции к корешу. Уф. Уф, хорошо попадает справа сейчас Ваня. В углу Вани находится такой легендарный человек, как Майк. С White Smoke клана. Очень легендарная личность. Мой хороший друг, товарищ. Близки твоего близкого, значит, дерется сейчас, да? Да, вот он. Слышишь, прослай двоечку. Прослай. 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 Вышишь? Да. Заигрываешься. Дыши. Хорошо. До конца. Начало до конца. Все, четко, по плану. Не надо для вот этих вот фонтов. Понял? Заигрываешься. Фонтов не надо. Все, молодец. Все, я его убью. Смотри. Че, не видишь, у нее руки длины? Нахуй ты в сторону, уходишь. Под руку ныряй, под руку ныряй. На! На воде. Дыши. Где тут что-то охаровано? Секунда. Вот она вода. Секунда. Секунда. Дорейте, пожалуйста, следите. Хорошо. Хорошо. Речи, но без... Дыши. Анаконда обязан задушить. Да, он уже, собственно, скачил и готов продолжать поединок. И вот только сейчас встает кореш. Катманам нужно было поработать в углу. Поехали. Раунд номер два. Начинают скромно. Пытаются попасть. Анаконда, тем не менее, поджимает. Чуть-чуть поджимает. Хорошо попадает передней рукой. Решил работать немного по корпусу, кореш. Мельницу пускает в ход, но она что-то не берет. Не идет. Мельница не идет, Алексей. Подсказывает держать руки. Ой, хорошо заходит. Да, на джебе, конечно, за счет антропометрии у Анаконда хорошо получается держать дистанцию, нужную ему. Анаконда что-то сутуло. О, это очень хорошо. О, да, правая рука полетела. О, это было классно. Прикормил по корпусу и потом перевел на голову. Это, конечно, впечатляющий перформанс от Анаконда. Врача, врача в октагон. Хорош, хорош. Хорошо, так и по корпусу и в голову дал. Спокойно. Все, забирай. Так, кажется, ты, я думаю, тут все, да? Да. Забирай, врач. А, забирай. Да, куда, куда, бро, бро. Держите, держите. Ну, он же может, там, руку поднять, тут все, 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 все. Здесь, вот здесь его прямо. Не, заходи обратно, врач. Не спеши. Идем. За ним. Да ты лезешь, все. Так, вот, обопрись. Да, здорово. Да, есть. На сороковой секунде второго раунда победу нокаутом одерживает боец из красного угла Иван Анаконда Амокин. Иван, ну давай, рассказывай. Ты влетел с дебютом, но мы знаем, что у тебя были и бои профессиональные по ММА. Рассказывай. Есть отличия? Почувствовал, не почувствовал? Ну, на самом деле, кулачные бои, это очень легко, как по мне. ММА, там много аспектов нужно знать. Здесь только бокс. Тупо на голых кулаках. И все, мне это нравится, я люблю мясо, люблю кровь. Сам доволен своим выступлением? Ну, немножко нет, хотелось бы, чтобы бой закончился в первом раунде. А так на тройку с плюсом оценю себя. Все, мы тебя поздравляем, молодец. Можно рассказать? Да, конечно. Вкусно. Хочу передать привет району Чертаново, всем моим пацанам, которые меня поддерживали. Всех обнял, всем добра. Володь, Владимир, поделись своими эмоциями после боя, может, что пошло не так, какой был план? Да, особо плана не было. Вышел, дерешься, все. Ну, что-то пошло не так по-любому. Раз я прилег отдыхать. Я предлагаю подарить подарочки от наших спонсоров и послушать мнение нашего жюри. Эдуард, давай начнем с тебя. Я слышал, там тебя сразу вопросы летели. Ну как, Эдуард, нормально? На самом деле мы выступали с этим парнем еще на первом, в Леон Вариорс. В Белоруссии, да? Да, в Белоруссии. И я ему пообещал, что он будет драться на хардкоре. И отморочил его с первым сезоном. Я отправил. Армен, естественно, не принял. Он виноват. Он подумал, пусть помаринуется парень, подготовится где-то. Конечно, в итоге подготовился, вышел и показал такой бой. Хотя у него очень, на самом деле, большие огрехи в технике. И поэтому ему надо как-то поработать над этим тоже. Андрюха, что скажешь? Что можно сказать? Опять же-таки, возвращаясь к фильму «Бойцовский клуб», да, разговор главных героев между собой там. И я спрашиваю, с кем из знаменитых ты хотел бы подраться? И один говорит, что я хотел бы подраться с Авраамом Линкольном. Говорит, странно, почему? Говорит, потому что худые, длинные, они жесткие, дерутся до конца. Тебе в дальнейшем ярких боев, побед, своему оппоненту восстановить здоровье и вернуться в хардкор, вернуться в бои, еще показать, проявить себя в полной мере. Тимон. Да, молодец. Забрал свою победу достойно. Максимально правильно используешь свою энтропометрию, но все-таки голову не стоит так отклонять. Это можно нарваться на достаточно серьезные проблемы. А оппоненту не падай духом, продолжай. Стоит немножко поработать. И чуть побольше проявляй характера. Я думаю, у тебя все получится. Еще, короче, такая просьба. Девушки, никто не пишите, если у меня есть невеста. Она просила. Проебал я, какие могут быть впечатления. Ну, так прикольно, в принципе, нормально. Вообще, сейчас уже хардкор так и раскрылся, что это была такая моя, как бы, мечта, цель. Я сейчас, как бы, достиг первичного этапа. Прошел отборы, получается. Дальше будет BMW и пояс. Знаешь, что, Макс, следующий бой будет довольно ярким и парни там будут мощные. Поэтому, знаешь, я все-таки предлагаю разыграть бонус за бой вечера и за нокаут вечера сейчас между представителями именно гран-при. Как ты считаешь, правильно? Я думаю, зрители с нами будут согласны после увиденного. Ребят, вы готовы уже выбрать бой вечера и нокаут вечера, по вашему мнению? Нокаут вечера мы отдаем Захару. Молодец, техничный парень. Бой вечера Ивану. Бой вечера Владимиру Корешкову и Ивану Анохину, правильно? Да, да, да. Отлично. Парни пошли к врачу. Мы передадим обязательно им бонус за бой вечера. Вам огромное спасибо. Давайте пригласим в октагон. Захар, да, ты сегодня у нас получаешь бонус за нокаут вечера. Мы тебя поздравляем с этим. Спасибо тебе. Успешных боев в дальнейшем. И я думаю, пора переходить к сладенькому. Ты что-то поднабрал. У тебя же бой скоро. Да, есть немного. Надо скинуть для скорости, чтобы быть быстрее в бою. Тренеры в Прайде. Действующие чемпионы мира и мастера спорта международного класса. В Прайде просторный тренажерный зал. Зона единоборств. Комфортабельный бассейн. С многоуровневой системой очистки воды. Залы групповых программ. Фитнес-кафе. Солярий. Салон красоты и спа. Ну вот. Теперь другое дело. Прайд, будь с нами. Будь первым. Ну что, друзья, наконец-то мы подъехали к главному бою вечера. Макс, сейчас в октагоне будет просто... Просто надо прятаться. Надо прятаться, это я тебе сто процентов говорю. Зачистить периметр. Итак, друзья, наконец-то мы переходим к главному бою вечера. И специально для этого события к нам в жюри присоединился Дмитрий Бекрёв. Дмитрий является профессиональным бойцом ММА, а также чемпионом AMC Fight Nights весовой категории до 77 килограмм. Поприветствуем, друзья. И первого в октагон мы приглашаем Сайджон Салихов. Боец, который доказал самому себе, что возможно все. В армии он получил очень серьезную травму и учился заново ходить, но не сдался и продолжил тренироваться прямо в больничной палате. После чего провел несколько победных поединков по боксу в супертяжелом весе. Считает своей миссией воспитать достойное поколение для своей страны. Встречайте, Сайджон Салихов! Я родился и вырос в Таджикистане, в городе Шамбе, из Дженеры. Я вырос среди двоюродных братьев своих, из большой семьи, скажем. Наших братьев все боялись. С детства отец заставлял заниматься, сидел на шпагат. Во время этого он смотрел фильм, я сидел на шпагат уже два часа. И начал отправлять меня на бокс с братом. То есть он заставлял заниматься боксом. Но мне как-то не было интересно, потому что возле дома я всех детей выигрывал. Бил там всех. Бокс мне не понравилось. Потом начал заниматься другими видами спорта. Там борьба была. Потом с 12 лет, по-моему, начал заниматься метанием молота. Начал заниматься, с 14 лет заниматься серьезно боксом. И первый раз, ну, пару раз проигрывал. Потом отходил от тренировки. То есть думал, что, ну, это не мое. Потом обратно вернулся к боксу. И серьезно готовился. И занял первое место у себя в городе. Потом уехал в Международный турнир первым номером. И занял там второе место. И в возрасте 17 лет приехал в Россию. И готовился профессионально. Тренируюсь с Айджона с 2017 года. Выполнил разряд кандидат в мастера спорта. Молодец. Последние полгода я мечтал попасть на хардкор. И когда мне звонили из хардкора, предложили, конечно, надену на героях. И я быстро принял бой. Потому что это для меня как золотой лифт, чтобы подняться. Я хотел там громкий бой. Потому что, ну, чтобы всем доказать, что я могу драться. Придержал, уклон, удар. Вот то, что сейчас сделали, придержал. Пробил, придержал. Ударил, чтобы легкость была. Вот ручки только держи на месте. Соперник у него довольно серьезный. Профессиональный боец ММА. Думаю, будет непростой бой с ним. Ну, верим в лучшее, верим в его победу. Знаем, что может. Хоть он дрался во многих лигах. И также в UFC. Но в кулаках мы впервые. И я думаю, мы равны. Будем показывать деревичную. Трава в бой. Я желаю Константину Рохину готовиться без травм, на уважение. И знаю, что мы будем драться в три раунда. Я более голодный и мотивирован. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. А в красный угол мы приглашаем Константина, русского медведя Ерохина. Профессиональный боец, за плечами которого сотни боев и даже участие в UFC. Мастер спорта и абсолютный чемпион мира по рукопашному бою. Константин не раз говорил, что борьба это не мое. Он всегда за то, чтобы порубиться в стойке и показать зрелище. Говорит, что пришел показать сопернику настоящий хардкор. Встречайте, Константин, русский медведь Ерохин! Привет всем, я Константин Ерохин. Сегодня я вам покажу, как я готовлю к своему первому поединку на голых кулаках. Перед своими поединками я люблю уединиться в лесу. Это напоминает мне мой родной край и придает силы. Я родом из Магадана по прозвищу русский медведь. Я родился в Магадане, вырос в Магадане. То есть все мое детство прошло, юность. Там люди такие, они, как сказать, северные люди, они отличаются очень сильно от тех людей, которые здесь живут. Невозможно это описать, надо там почувствовать и быть. Именно родиться, там вырасти. Я как бы скучаю по Магадану, потому что это мой город, мой родной город. Всем привет с магданцем! В первую очередь начал заниматься боксом. 8 лет. Привел на бокс меня отец. И вот, считай, с этого времени, без спорта вообще никуда. Большой у меня перерыв был. И получается где-то года 2-3 я чисто ушел просто в зал, да, вот именно Качковский там просто тупо качался, физуху набирал. И после этого я познакомился с Уреном Балачинским. Он мне предложил подраться по боевому самбо. Я выскочил на Москве, подрался, выиграл Москву. И после этого я на чемпионат России по боевому самбо попал. С Сидельниковым мы с Кириллом побились. И после этого сразу же получается где-то через месяц там мне предложили бой на С-70 с Кольцовым Нисом. Первый бой я свой проиграл, да, но меня он зарядил тем, что я проиграл. Меня это поражение наоборот только мотивировало. И потом последующие мои бои, 9 боев к ряду, я их все заканчивал досрочно и попал вот в UFC. Первый мой бой в UFC прошел в Стокгольме, да. У меня был противник Виктор Пешта, я заболел. И, ну, так как первый бой в UFC, я не мог отказаться от него. И мне пришлось выходить полностью нездоровым. И бой не сложился так, как, в принципе, хотелось бы. Второй бой тоже у меня, получается, проходил в Вегасе. С Гонзагой. Сразу же в первом раунде я сломал палец на левой руке. И то ли почувствовал соперник, что как бы со мной лучше не рубиться на кулаках. И чисто бой вот именно вот так он динамил. То есть не было агрессии с его стороны, хотя он постоянно вот как бы напирал и как бы не бился. К кулачным боям, особенно вот Хартхор, которым вот тут мне бой делать сделали, я, получается, проводил подготовку в Груши. Тут есть хороший тренер Игорь Васильевич Смольянов. Здесь я просто вспоминал, можно сказать, ту школу, которую забыл. Где-то полмесяца ходил сюда и вспоминал вот именно основы бокса, которые пригодятся мне в поединке. Константин очень опытный спортсмен, настоящая машина. Я уверен в своей победе. У тебя плюха, колотуха реально мощная. Я это проверил на себе. Хартхор получается, мне кажется, сейчас вот в России самая такая известная площадка, да, где, на которой можно подраться и заявить о себе. Хартхор дает возможность такую людям проявить себя, показать. То есть, чтобы они не на улице дрались, а вот именно на таких площадках. В этом бою, я думаю, покажу зрелище. И также хочу пожелать своему противнику тоже идти вперед и показать зрелище. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дебют Константина Ерохина на голых кулаках, ну просто будоражит максимально. И сейчас мы увидим, что же из этого выйдет. Поехали, первый раунд. Посыпались, вот. Напоминаю вам. Джеб Костя Ерохин мощно попадает сейчас справа снизу. Темп у нас очень высокий. Насовывает какие удары Костя. Всегда очень страшно, смотри, как тяжи, как тяжи дерутся. Вау, вот и нокдаун. Да, но при этом мы видим, что рассечение есть у Кости. Легенькое рассечение. Коммент в размены получил он небольшую сечечку. Сейчас вытирает кровь с лица. И наверняка побежит добивать, да. Побежит в бой. Забавно. Сейчас врач пошел осматривать первым делом с Джона. Хотя неплохо было бы Катману и Константина осмотреть. Посмотреть на его сечечку. Да, но, конечно, какие пушки у Ерохина просто... Я повторюсь, уже сказал, когда супертяжи дерутся, это просто, ну... Ты просто чувствуешь, как... Все? Все? Так. Что, это правда все, да? Серьезно? Да. Ну... А мы тут хотели видеть перфомансы дальше. Потому что только назревали они. Есть такое выражение. That's escalated quickly. Что в переводе означает, это закончилось быстро. Всем спасибо. Бойцы на середину. 35-я секунда первого раунда. Снятие врачом. В связи с этим победу одерживает боец из красного угла Константин Ерохин. Костя, мы тебя поздравляем. Очень рады тебя видеть в нашем октагоне. Ты обещал показать зрелище. Ты это показал. Ну, расскажи нам, есть отличия голых кулаков все-таки от перчаток ММА? Да нет, никакого отличия нет. Просто нужно больше тренироваться здесь. Ну, а вот то, что антропометрия была на его стороне, тебя не смущало? Нисколько. У меня всегда выходят такие высокие противники, поэтому я только за с такими. Кость, ну и, конечно же, нам интересно, ты будешь продолжать рубиться в хардкоре на голых кулаках? Ну, восстановлюсь там, подумаю. Все, мы очень рады будем видеть тебя. Спасибо огромное за этот бой, за эти крутые, яркие 35 секунд. Сейджон, как ты себя чувствуешь? Бомба. Спасибо сопернику. Во-первых, всем ассалам алейкум. Папа, мама, спасибо. Пап, помнишь, 3 года назад, езжая в койки в реанимации, я тебе обещал бы удраться. Но дерьмо случается. Спасибо всем моим тренерам. Константину Васильевичу, Максиму Эдуардовичу, Максиму, моему менеджеру Игору Зайцеву и всем пацанам. Скажи, ты намерен продолжать? Посмотрим, обсудим с командой, поговорим. Но я хочу бой еще. Ну что, я думаю, самое время послушать наше экспертное жюри. И, ребят, если позволите, хотелось бы начать с Тимура, потому что это его весовая категория. Это, возможно, бойцы, которые в будущем встретятся на его пути. Тимур, ну что, как тебе эти атомные пушки? Хорошая заруба, на самом деле. Надеюсь, что с кем-нибудь из них я когда-нибудь сойдусь и побьемся. Покажем хардкор. Спасибо, Тим. Андрю? Да, ну что можно сказать. Костя – это мой товарищ, друг. Вот, на самом деле, я единственный, за что переживал, чтобы вот он руки берег свои, да. Ну и все-таки, чтобы дал возможность своему оппоненту немножко хотя бы себя проявить. Пожелаю его оппоненту в дальнейшем потренироваться получше, набраться опыта и заявить о себе. А Косте, как моему товарищу, моему другу, я желаю, в первую очередь, чтобы он, так сказать, здоровье свое восстановил. Вот руки, если он там почесывает. Вот, ну и, естественно, в дальнейшем побед, побед, еще раз побед. Так что, парни, удачи вам. Дмитрий? Хотел сказать про Сан-Джон. На самом деле, мое уважение, встал после такого, ну, попадания жесткого и готов был продолжать. На самом деле, было бы очень интересно посмотреть, что бы было дальше. Ну, реально, у тебя мое уважение за то, что ты встал и ты готов был, что только врачи тебя сняли. Респект тебе. А Костя, блин, Костя, я тебя тысячу лет знаю. Вот я ходил на твои турниры еще, когда ты там в главных боях в Файт Найтсе дрался. Вот реально, вот сегодня ты меня порадовал, я вот прям увидел Костю Питбуля, который вот кидается там. Вот я тебя таким помню, как бы, я желаю тебе, чтобы с таким же ты сердцем, с таким же настроем так же продолжал прям. От души, брат. Твою бабку. Спасибо. Сайджон, скажи, пожалуйста, ты за сколько узнал, кто у тебя соперник будет? За три недели. Ну, ты увидел его бои перед этим? Да. Ну, и что ты вообще решил? Если газовать, то надо газовать до конца. Я понял. Красава, красава. Ну, ты молодец, показал дух, вышел, получил свой заряд энергии, свою атмосферу. Константину Ирохину только можно поздравить, это тяжелая артиллерия, которая пришла в хардкор. Поэтому только удачи, успеха обоим бойцам. Я хочу поблагодарить Игоря, Игоря Васильевича Смолянов, благодаря его подсказкам. Я, можно сказать, был нацелен, он мне сразу сказал, как бы, делай свое дело и все. Поэтому я остаюсь самим собой и, что бы ни было, меня только смерть может остановить, когда я его поздравлю. Я еще хочу поблагодарить одного человека, благодаря которому я здесь нахожусь. Это Максим Каганский. Без него бы я здесь не был. Ты вошел в октагон с выдающимся спортсменом. Могу ли я ему, зная, что вы с ним, товарищи, сделать предложение? На его усмотрение, конечно, можешь. На его усмотрение провести бой в хардкор файтинг чемпионшип. Я с удовольствием проведу этот бой. Приветствую сегодняшних бойцов. Кость, я не сомневался в тебе. Ты показал то, что умеешь. Ты показал настоящего русского медведя. Ты показал и волю к победе. И действительно показал, что такое хардкор. Достойный соперник. Есть возможность трости и тренироваться. Я вам желаю здоровья, скорейшего восстановления. Дальнейшего участия в этом всем и возможных побед. Кость, ну а тебе от себя лично жму руку. Красавчик. Все, еще раз вам огромное спасибо, ребят. Это было супер, это было классно. Это и был хардкор, друзья. Я думал, что он не будет торопиться. Я думал, три раунда поработаем. Рука болела немножко. После попадания. Чувствовала сразу. Сейчас болит рука. Отличные эмоции. Все как на улице. Один в один. Только одни позитивные впечатления. Не важно, кто выиграл, кто я это. Друзья, это был просто крутейший выпуск. Я думаю, вы с нами согласны. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки, создавать мощнейшую активность в комментариях. Ставить колокольчик, чтобы не пропускать выпуски. Ведь помните, мы с вами одна большая семья люди хардкора. Оставайтесь с нами. Всех крепко обнимаем до хруста. Увидимся в следующем выпуске. Пока.